ядерное оружие оружие массового поражения действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва атомное оружие основано на разрушительной энергии получаемой от ядерных реакций деления или сочетания реакций деления и синтеза оба типа бомб выделяют большое количество энергии из относительно небольшого количества вещества одно ядерное устройство размером с обычную бомбу может разрушить целый город под действием мощной ударной волны светового излучения и проникающей радиации в военных действиях ядерное оружие было использовано всего дважды при бомбардировке японских городов хиросима и нагасаки вооруженными силами сша в 1945 году во время второй мировой войны согласно подсчетам некоторых ученых ядерная война с эквивалентом 100 ядерных взрывов размера бомбардировки хиросимы может привести к десяткам миллионов жертв из-за долгосрочных изменений климата планеты не учитывая прямых жертв взрывов ядерное оружие попеременно называют атомными бомбами атомными бомбами ядерными бомбами ядерными боеголовками или просто ядерным оружием все ядерное оружие подпадает под одну из двух широких категорий оружие деления и комбинированное оружие или еще более разрушительные конструкции на основе синтеза которые технически являются термоядерными ядерный взрыв высвобождает огромное количество взрывной силы которая измеряется в килотоннах и мегатоннах а также тепла и радиации это самое грозное оружие на земле способное причинить больше смертей разрушений ранений и болезней чем любое другое оружие запасы ядерного оружия сегодня по оценкам сегодня в мире насчитывается примерно 13080 ядерных боеголовок хотя это намного меньше чем было у сша или россии на пике холодной войны примечательно что сейчас больше стран обладающих ядерным оружием чем было 30-40 лет назад ядерные бомбы сброшенные во время второй мировой войны в конце второй мировой войны соединенные штаты сбросили ядерную бомбу на хиросиму в японии 6 августа 1945 года и вторую бомбу в нагасаки 9 августа того же года в хиросиме бомба взорвалась силой взрыва около 15 и килотонн что сравнялось землей большинство зданий в радиусе одного километра взрыв вызвал смертоносное и низирующие излучение и затяжные радиоактивные осадки при которых обломки выброшенные в стратосферу первоначальным взрывом удерживаются в воздухе атмосферными ветрами и оседают обратно на землю в течение следующих нескольких дней в результате в хиросиме 66 тысяч человек погибло и еще 69 тысяч получили ранения в нагасаки погибло 39 тысяч человек и 25 тысяч получили ранения бомбардировки хиросима и нагасаки сделали ядерное оружие основным средством ведения войны что положило начало гонки вооружений между соединенными штатами и советским союзом важным компонентом холодной войны в которой сша и ссср открыто соревновались фактически не объявляя войну друг другу накопление ядерного оружия продолжалось до конца 1980-х годов по данным бюллетеня ученых-атомщиков гонка ядерных вооружений достигла своего пика в 1986 году когда в советском союзе было более 40 тысяч ядерных боеголовок а в соединенных штатах 23000 большая часть этого распространения была основана на идее взаимно гарантированного уничтожения после распада советского союза в 1991 году с обеих сторон были демонтированы тысячи единиц ядерного оружия из-за высокой летальности и разрушительного потенциала ядерного оружия правительство заключили соглашение о контроле над вооружениями такие как договор о нераспространении ядерного оружия 1970 года договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 1972 года и договор о сокращении стратегических наступательных вооружений 1991 года цель договора о нераспространении ядерного оружия состоит в том чтобы воспрепятствовать распространению ядерного оружия в соответствии с договором государства обладающие ядерным оружием соглашаются не помогать государством не обладающим ядерным оружием страны обеих категорий также соглашаются помогать друг другу в развитии ядерной энергетики в мирных целях и добросовестно вести переговоры о ядерном разоружении почти все страны мира приняли договор о нераспространении ядерного оружия с 2022 года хотя северная корея как известно вышла из договора в 2003 году 21 февраля 2023 года в послании президента федеральному собранию владимир путин объявил о приостановке участия россии в новом договоре снв-3 заявив что это предупреждение о том что он может полностью выйти из договора через несколько лет может произойти колоссальное изменение которое катастрофически снизит ядерную безопасность